Земля-это уникальная планета. На ней есть океаны, горы, пустыни, леса. И города полные чудес. Но все-таки Земля-это планета людей. Они главное сокровище нашей планеты. Каждый уикенд знаменитая певица Мишель Андраде и ее друг блогер Кирилл Макашов отправляются в гости к удивительным народам мира. Один будет знакомиться с местными, имея всего 100 долларов на два дня. А второй будет узнавать жизнь землян, имея неограниченное количество средств на карте. Поставное блюдо. Начинается интересное путешествие. Посмотрим. Давай к нам, еще чужой. Не бойся, мы твои новые богатые ведущие. Ну вот, не бойся, мы знаем, как с тобой обращаться. Да-да, мы посмотрели, как тратили твои предыдущие владельцы. И мы обещаем использовать твои премиальные возможности еще лучше. Сейчас только взрослый решает, кому достанется премиальная карта Мастеркард. А что тут решать? За нас все решит монетка. Мишка, я тебе собразил танец победителя, я тебе сегодня покажу для себя. Здраво, другари! Это «Орел и решка» земляне. И мы прилетели в гости к черногорцам. Да, прекрасно. Единственное, что здесь относительно дубак, а не солнышко и можно на морке купаться. Ну, Кирилл, посмотри на это с другой стороны. Теплый прием черногорцев согреет нас. М-м-м, согреет меня кожаное кресло в моей машине с подогревчиком. Тебя пускай греет все что угодно остальное. Согласна? Конечно. Орел. Ой, решка. Да, я готова. Ну давай, открывай. Ты готова признать, что перед тобой стоит человек, который будет, аккуратненько, а вот здесь будет греть свою попку в кожаном сиденье. А теперь смотри танец, который я придумал внимательно. Этот. Не буду смотреть его. На-на-на. На-на-на-на. Че ушла? Мои танцы. Че ушла? Черногория – это тихая, удобная и даже, можно сказать, родная нам заграница. Один из самых любимых наших курортов. Но на этот раз мы специально приехали в Черногорию не в сезон, чтобы отдыхающие не путались под ногами. И можно было увидеть настоящую жизнь местных землян. Сегодня мы узнаем всю правду, как живут и чем занимаются черногорцы, когда туристы разъезжаются по домам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Орел и Решка в Черногории не первый раз. И мы уже знаем, какой здесь идеальный транспорт для бедного туриста. Это не такси, потому что дорого. И не автобус, потому что долго и неудобно. Если у вас всего 100 долларов, все равно можете звонить в местный рентал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В августе самая дешевая машина обошлась бы мне 35 евро в день, а не в сезон. Сами видите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне на эти два дня выпало узнавать, как живут богатые черногорцы. А самые богатые тут живут на морском побережье. Поэтому главным транспортом на уикенд у меня будет не машина, а прогулочная лодка. За 200 евро в сутки я буду на ней единственным пассажиром. А, ну и капитан. Куда же без него? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдем почувствуем полную свободу. За что я вообще заплатил? Вот за что! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так ехать надо на лодке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чувствую себя царем мира, царем горы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте посмотрим, в каких местах мне предстоит два дня выискивать богатых черногорцев. А места тут захватывающие. Которский залив. Тут повсюду укромные бухты и узкие проливы. Поэтому Которский залив еще называют самым южным фьордом Европы. Богачи неспроста выбирают это место. Тут идеально чистая природа, никаких заводов, сплошные курорты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя! Еще и красного цвета! Класс! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень милая, девчачья такая. Меня зовут Иван. А у вас нужно оставлять депозит за машину? Депозит. Мы покупаем машины сразу с полной защитой, страховкой. Поэтому наша компания не требует депозитов. Звучит, как сказка. Но это такая политика у местных маленьких прокатных контор, чтобы переманить туристов у крупных международных прокатов. Как у них водить? Ну что, погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первым делом я поплыл в самое пафосное место на всем побережье Черногории – Порто-Монтенегро. Там очень богатый комплекс и даже в этом году Абрамович в яхте прикрепил здесь. Да такой Абрамович, мы сейчас едем туда скупать все квартиры сразу. Я уже 5 купил. Я еще 5 куплю, у нас будет 10 на двоих. Будем сотрудничать? Конечно. Порто-Монтенегро – главный заповедник богачей в Черногории. А все потому, что это стоянка для супер, мега и гигаяхт. Негласно считается, что супер-яхта – это та, что длиннее 30 метров. Если длиннее 60-ти – это уже мегаяхта. А если больше сотни метров – это уже гигаяхта. Но их владельцы говорят просто «майбоут», то есть «моя лодочка». Вот, например, «Пилорус». Это гигаяхта с двумя вертолетными площадками, двумя бассейнами. И внутри нее есть еще несколько лодок поменьше. «Пилорус» уже почти год стоит в Порто-Монтенегро под арестом, из-за того, что ее хозяин не заплатил команде зарплату. Но «Пилорус» – не единственная звезда парковки Порто-Монтенегро. Это одна из самых быстрых лодок в мире – «Голиосердо» за 33 миллиона баксов. А еще на ней сидела попа Скарлетт Йоханссон во время съемок фильма «Остров». А вот еще одна гигаяхта – самая большая парусная яхта в мире – «Черная жемчужина». Ее черные паруса – это не просто паруса. В их ткань вшиты солнечные панели. Поговаривают о проклятии черной жемчужины. Ее владелец скончался этим летом от коронавируса. И яхта стоит пока в Порто-Монтенегро, как корабль-призрак. Владельцев яхт в Порто-Монтенегро так просто не увидеть. Зато можно посчитать их деньги. Стоянка вот такой средненькой супер-яхты в Порто-Монтенегро обходится примерно в 140 тысяч долларов в год. Прибавьте сюда зарплаты экипажа, ремонт. Получается в среднем 10% от ее стоимости каждый год. Если яхта стоит 30 миллионов, то в год, вдумайтесь, 3 миллиона владелец потратит на ее содержание. Поэтому даже миллиардеры не брезгуют сдавать свои яхты в аренду. Например, яхта олигарха Игоря Коломойского «Трайдент» сдается за 500 тысяч долларов в неделю. Зимой, правда, со скидкой. О, другое дело. Надо брать. Так красиво все! Я приехала в Котор и отсюда начну знакомство с черногорцами. Котор – это прапрадедушка черногорских городов. Он видал еще древних римлян. 500 лет назад принимал венетянские торговые корабли, а потом отбивался от турок. Кстати, весьма успешно. Через Которскую крепостную стену они так и не смогли пробиться. Ну что, ныряем на его улочки. Вот как Котор выглядит в туристический сезон. В старом городе не протолкнуться. А вот так сейчас. Летом и сейчас. На улице ни одного туриста. Только настоящая жизнь местных. О, местные отдыхают вместе с котиками. О, выкунил. Смотри, какие штани. Что вы делаете, когда туристы уезжают? Вот он, например, моряк. Он на всю зиму идет в рейс. А я тут на сезон. Зимой я учусь в Белграде, в Сербии. Ага, у вас тут как будто две жизни – когда туристы есть и когда их нет. Да. Без туристов черногорцы, конечно, не впадают в спячку, но превращаются в ленивых котов. Такой рейдм в жизни у них называется полаку. То есть потихоньку, медленно. Когда туристы наконец уехали, можно за рюмочкой раки пообсуждать, кто сколько заработал и кто сколько туристок склеил за сезон. Когда туристки приезжают, они не разбивают семьи здесь? Да. Есть такое, могу сказать. Есть такое. Есть такое. А тут, как это, смешно, прикольно. Я ходим, сообщаю с женщинам, да, туристам. Говорят, у вас не женателям? Нет? А вы тут сильно, сильно женателям, когда туристы приезжают. Я уже снял кольцо и положил под подушку. То есть получается на туристический сезон есть в моменте, когда брак как будто бы не существует. Чисто по-мужски Ненат признался, что черногорцы очень любят наших девушек. Они, мол, более открытые, с ними можно обо всем поговорить. Позаигрывать. А вот черногорки замкнутые и не так легко идут на контакт. Я влюбил отельный, конечно, но мне нужны женщины. Но, когда вступлю в брак, это будет все. Будет хатами, господь, сектор. Хватер – это не только туристическое место. Здесь живут земляне. Так что интересно знать, как все здесь у них обустроено. Удивительно, в этом лабиринте все улицы без названий, а ориентируются местные по площадям. Их название запомнить легко. Соборная площадь. Салатная площадь. Мучная площадь. И мне нужно быстрее отсюда уходить, иначе я могу поправиться. Оружейная площадь. Конечно, пушка, конечно. А это площадь котов. Собственно, понимаете почему, да? Наши туристы даже шутят, что Котор назвали в честь котов. Но это просто забавное для нас совпадение. А кот по-черногорски будет мачак. Мач-мач, мачак. Прежде чем выбрать себе жилье, нужно в принципе разобраться в недвижимости в Черногории. И кто мне об этом расскажет больше, чем человек, который ее продает? Пахнет богатством. Это районы, которые здесь есть. Здравствуйте. Меня зовут Славица. Как красивенько. Деревья, кустики. Все это так футбольные поля, баскетбольные. Это действительно выглядит как рай для миллионера. Вот сверху здесь, ну разве это не рай? Для того, чтобы владельцам супер, мега и гигаяхт было где жить, в Порто Монтенегро построили элитный поселок за 550 миллионов долларов. И планируют валить еще примерно столько же. Но сами черногорцы тут не живут. Они отдают самые лакомые кусочки своего побережья дубайским шейхам и прочим иностранцам. Главное, чтоб платили. Черногорцы, в отличие от туристов, выберут в основном это места, которые более уютные, которые прятаны от туристов, от толп людей, от пробок. Славица мне предложила элитные апартаменты, которые стоят 1 миллион 628 тысяч евро. Хвала! Ух ты! Ля какой дизайн! Единственное, что она у меня вызывает дикое желание на Шкоде – взять ножнички и так чисто обрезать ее и все, чтоб она вниз попадала. Ну что, пойдемте смотреть апартаменты. Мать моя черногорская роскошь. Зайцев, выйди отсюда. Я хотел сказать, что тут классно. Я так обожаю комнаты с большим пространством. Мои апартаменты что-то среднее между лакшери отелем, квартирой и арт-галереей. Оставим ее на месте. Повыпендриваюсь один раз, что я умный. Это муранское стекло. Если что. Это все, что я знаю. Любимое место ведущего «Орла и решки» – это кровать, одеялко и подушечка. Мне нравится. Я догадываюсь, что здесь спальня не одна. Там все то же самое, тут все симметрично. Вот. Нравится. Класс. Сейчас я начинаю понимать, почему здесь берут квартиры. Ты выходишь на балкон такой. Эй, Билл Гейтс. Эй, Марк Цукерберг. Да. Хорошего дня Дональда Трампа. Ну или кто там все этот. Да, а если вы еще не насобирали миллион шестьсот тысяч на такую квартиру, то можете арендовать ее за 565 евро в сутки. Половина черногорцев живет у моря, а вторая половина в горах. Туда и едем. Исторически черногорцы к морю вообще не имели никакого отношения. Побережье к Черногории присоединили только 100 лет назад. Поэтому все настоящие черногорские традиции – они в горах. Красота вокруг, конечно, невероятна. Повезло этим землянам, что они живут здесь. Когда смотришь по сторонам, хочется назвать эту страну Зеленогория. Потому что горы тут никак не черные. Говорят, когда венецианские купцы проплывали в Которскую бухту, им снизу горы казались абсолютно черными. То ли тень так падала, то ли из-за сосновых лесов. Вот и назвали они страну Монтенегро, то есть Черная гора. И в самом сердце этих черных гор, в селе Оджак, я нашла одну семью фермеров, которые показывают туристам, как они живут. У такой семьи я и на ночь останусь. О, красиво. Здравствуйте, я Мишель. Добрый день. Прошло. Держи мостоку, свиньи. Свиньи? Свиньи, крови, овцы. Коровы, овцы. Что еще? Козы. Козы. Кокошки. О, яйца, молоко, сыр. Все домашнее. Смотрите, они такие послушные, спокойные. Такое ощущение, что с кинологом занимались. Козочки хорошенькие. Все бараны. Бараны. Смотрите, какие они послушные. Вау, посветки такие милые. А зачем такой нож большой? Давайте я помогу вам. Сэстры! Дядя! Укуши! У нее такие грязненькие, но такие милые. Большие там – по триста килограмм. А можете показать? Можете. Да, триста килограмм. Ооа!! Но самое уникальное, что есть на ферме семьи Чирович, это водяная мельница. Такой звук сразу. Ого! Раньше в этом горном районе было больше 50-ти водяных мельниц. А сейчас осталось всего одна. Здесь пыльник видно? Это мука. Здесь пахнет деревом, как будто от муки такой запах дерева. А можете показать, как там работает? Как водичка сливает? Такой звук прям от реки. Мощный. Ооо, я вижу. Ого, прям такой напор сильный, мощный. Ну что, дорогие тиктокеры, расскажу вам, как эта штука работает. Мельница стоит прямо над горным ручьем. Напор воды вращает вот этот круг, а он соединен с каменными жерновами, между которыми потихоньку насыпают зерно. Палочка вибрирует от камня и зерно сыпается. А готовая мука падает в ящик. Получается, ему люди приносят зерно, а он ее мелит. Удобный бизнес? Удобный. Ну, как я поняла, не очень прибыльный. Смолоть один мешок стоит 5 евро. Но на это уходит целый день. Я это делаю не ради денег, а из любви. Мельница уже работает сто лет. Сто лет? Сто восемь лет. Сто восемь лет мельница. Никогда не останавливалась. Мы пьем эту воду. Она очень хорошая и люди специально приезжают, чтобы ее попробовать. А можно пробовать? Можно. Да? Руками вот так? Можно. А у вас есть стаканчик? Телефон попробовал уже. На рис, на рис. О, все. Знает современные технологии, что телефон надо в рис половить, чтобы абсорбировать эту водичку. Ну что, пошлите, нам телефон сейчас не нужен. Мой капитан Ненат предложил познакомить меня с черногорским бизнесменом, который буквально вылавливает деньги из моря. Только представьте, эти ряды невзрачных пластиковых буйков на самом деле устричная ферма. Капитан, курс на устрице. Курс на устрице разорачивается. Я, кстати, устрич никогда не ел. Теперь понятно, почему я взял именно лодку, не на машине кататься там по дороге. Вот, потому что пришвартовался к любому. Увидел устриц? Увидел? Пошел, поел устриц. Попросил капитана, пожалуйста, провали туда. Выглядит, как будто бы дельфины загорают. Добрый день. Вы тоже по-русски говорите? Говорю. Да, великолепно. Заходите. Добро пожаловать. Спасибо. Семья Теодора владеет этим морским огородом. Каждый пластиковый буйок – как отдельный кустик. Получается, у них тут целая подводная роща устриц. Э, смотри-то как растут. Ух ты. Сейчас понятно? Вот это круто. Это прям какая-то новогодняя гирлянда из устриц. Вот так они растут. Ого. Я не знал, что они так растут. Вот так они растут. Сначала устрицы растут в ящиках. Затем годовалых малюток цепляют на веревки, чтобы они могли профильтровать больше планктона и вырасти крупнее. Еще через год собирают урожай. Чисто свежак. Спасибо. Какие же они странные. Что это? Просто камень какой-то. Будем пробовать? Да, конечно. Ты сказал, что я никогда не пробовал таких ракушек, да? Нет. А их нужно что-то с ними делать, готовить что-то? Они обычайно кушаются вот такие свежие. Прям можно достать и сразу кушать. Да, можно достать и все делать. Вот так, Кирилл. Устрица. Сейчас, видишь эти скорлупки, которые тут попали? Да. Это все надо хорошо почистить. И нам осталось еще подрезать ей. Ну, сначала рекомендую тебе покушать только устрицу. Без лимона, ничего другое. Сейчас тебе еще что важно. Важно будет прожевать устрицу. В смысле? Ее нельзя проглотить, но прожевать. Почувствуй какое-то чудо что-то. Чудо? Да. Давай пробуй. Какая-то мягкая, вродивая штука похожа. Хорошо. Страшно, теперь стало ее есть. Вы скажете, дебил. Вы скажете, дурак. Устриц не ел в жизни? Нет, не ел. Медий ел. Рапаны ел. Рыбу ел. Это не ел. Как четко напоминает ощущение сопли во рту. С морской водой. Замена вкуса устрицы я не могу понять, какая она на вкус, потому что больше на вкус я чувствовал, как я запиваю ее морской водой. А, вот. Как будто рыбный вкус еще есть. Вот оно как выглядит непонятно, так оно на вкус непонятно. Тогда давай что-то еще попробуем. Что-то еще? Чтобы ты их точно полюбил. Я как делаю, это моя любимая комбинация, так сказать. Я добиваю капельку только табаско, перец. О, вот этого можно побольше. И еще добиваем чуть-чуть лимончика. А черного хлебушка нет? С детства точно нет. Погнали. Вот это уже вкусно, офигеть. Зачем ты это сделал? Зачем ты меня подсадил на новый продукт, который стоит не так уж и дешево и в обычной жизни мне придется его есть? Тебе так получилось все. А сколько получается за сезон заработать? Это я должен тебе сказать? Ну, если не боишься. Чуть-чуть боимся. Ну ладно, я скажу за Теодора. Такая здоровенная двухлетняя устрица стоит 2 евро. А в сезон за один день он может продать и тысячу устриц. Ну достаточно, скажем так. Очень достаточно. Я хорошо живем, моя семья тоже живет от этой работы. Хорошо, оценим уровень. Какая у тебя машина? У меня Audi A3. Ну новенькая, красивая. Достаточно новенькая. Дом у тебя трехэтажный какой-нибудь? Ну есть, еще не готова. Да? Ну есть, можно так сказать. Все понятно. Богач. Спасибо вам большое. Спасибо. Желаю вам приятного аппетита. Спасибо. Расскажите, мужчина чем он занимается и женщина отдельно чем она занимается? За тяжелый физический труд отвечают мужчины. А женщины пропалывают огород, убирают дом, готовят ужин и могут поколоть дрова. У нас говорят, не стоит дом на земле, а стоит дом на жене. А кто главный в семье тогда? Мужчины. Конечно же мужики главные. Вы мне жену не договариваете. Все зависит от того, как прошло ночью. Насколько ночь была длинная. Я не случайно подняла эту тему, потому что когда я ехала к этим землянам, слышала, что черногорцы, особенно те, что живут в горах, очень патриархальны. И женщины у них на вторых ролях. Спасибо. Ух ты, как вкусно пахнет. Вы готовите дома? Жена у нас главная по готовке. Здравствуйте. Ого. Это вы готовили? Да. Вау. Так, смотрите, только две тарелки. А как же дочка, жена? Присяду. Честно, как-то неудобно, что жена Слободана, Райка и дочь Бояна суетятся, готовят. И даже как будто не ждут, что их пригласят за стол. А мужчина сидит, как король, наминает мясо и попивает раки. Как будто не 21-й век на дворе, а 16-й. Моя дочь вам покажет, где спать. Потому что я выпил уже много раки, не могу. А вас это не обижает? Вам нормально, что мужчина сидит и ждет, пока вы там приготовили и принесли еду? Вам нормально? Да. Мы привыкли. Для нас это обычно. А мужчина ни разу не заходит на кухню, что-то не готовит, даже чай. Редко. Он может сварить себе кофе. Но если в сравнении, сколько часов мужчина работает? Кто больше работает? 50 на 50 или 70 на 30 все-таки? 70 на 30. Хорошо. Никогда не угадайте, что это. В Которском заливе появилось новое развлечение для богатеньких – баня на воде. Я арендовал ее на 3 часа за 300 евро. И у меня тут панорамный вид, который можно менять. Стоит только дать команду капитану. В Которском заливе появления. Стоит и белорусуль. Я люблю покращение. Люблю покращение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не обязательно быть черногорцем, чтобы знать, что делать дальше. Ух, как же круто, блин. Посреди всей этой красоты здесь просто нереальная природа и условия для БАЛ. Такое могло быть только в Синогонске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, прорядить красиво сальтушка, а? Или не выпендую, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На втором этаже мельницы есть комнатка для туристов. Здесь так мило. Тут есть две кровати. Классно. Ее сдают за 20 евро. О, открывается даже. О, все, у меня самый лучший вид, понимаете, на мельницу, которой больше 100 лет. Обалдеть. О, ну подожди, шумно же ж. Шумно. Можно ее остановить, пока ты спишь. Моя кроватка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фух, уставшая. Хочу спать. И всем желаю спокойной ночи. Пока. Такая же здесь все-таки красота. Просто не передать словами, как оно сейчас все выглядит ночью. Такое ощущение, будто еще лучше, чем днем стало. Я пока здесь буду. А вам спокойной ночи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Считаю, что уикенд начался хорошо. Но вы сами все видите. Машина – мечта. Поэтому я так люблю путешествия с премиальной картой Мастеркард. Чтобы о твоем покое, как богатого туриста, заботился еще и кто-то другой. С Мастеркард ты получаешь больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Здесь очень холодно, надо согреться. Так что пойду вниз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саня, ты адекватный? Ты можешь хоть раз нормально искупать сам? Доброе утро, блин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз уж и отдыхать, то максимально без забот и лишнего хаоса. Поэтому люблю путешествия с премиальной картой Мастеркард. Чтобы за мой покой, как обычно, отвечал консьержсервис. Звоню, озвучиваю желания и в два счета все получаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда заканчивается туристический сезон, у черногорцев начинается сезон заготовки пршута. Это легендарное черногорское блюдо. В Черногории все знают – лучший пршут в деревне Негуши. Доброе утро. А лучший пршут в Негушах у дедушки Божо. А вот и она – знаменитая черногорская ветчина – пршут. Вот он прям… Ой, сейчас я насладюсь. Очень-очень вкусно. И есть ощущение, что, наверное, коптится долго. Разница с итальянским пршутом в том, что мы коптим пршут. А итальянцы сушат на воздухе. Хотите посмотреть коптину? Что-то похожее я видел в ужастике «Чужой». Какие-то коконы, из которых сейчас вылупятся инопланетные твари. Но это всего лишь свиные ноги. А черные они, потому что пршут коптят не каких-то пару часов, а 4 месяца без перерыва. То есть вам нужно поддерживать огонь 3-4 месяца постоянно? Да, да, постоянно. Ночью в 12 кладешь дрова, потом в 6 утра надо снова докладывать. Ничего себе. Зато потом такая копченая нога может храниться, угадайте сколько? Тридцать три года. Она чем старше, тем дороже. А сколько стоит одна нога у вас? 8 евро в килограмм. Средняя нога получается около 60 евро. Хвала. Всего доброго, срочного вам дня. Так, стоп. Я же за перевес смогу безлименной картой оплатить? Доброе утро. Доброе утро. О, так вы уже тут кофеечек приготовили. Спасибо большое, как здесь пить. А может раки? Что? Раки? Хотите? Яблоко, слива, домашнее. Раки? С утреца? А как так? Представьте, на часах еще нет 9 утра, а черногорцы уже пьют алкоголь, который крепче, чем водка. Потом сосед зайдет в гости, надо снова выпить, а там и обед. Получается, черногорцы целый день слегка навесели. А вы всегда так делаете с утреца? Все у нас так делают, но умеренно. А зачем утром это делать? Пробуждает организм. Когда пьем ракию, все токсины, которые скопились за ночь, выходят. Это такое, я впервые такое слышу, чтобы ракия с утреца выводила токсины из организма. А пьют ракию черногорцы из таких специальных колбачек. Называются они чоканчичи. Ясно же, чтобы чокаться. Я должна вынуждена отказаться, потому что мне же все такие водить и ехать, и я беспокоюсь о своем здоровье. А на сколько дней вот эта бутылка вам? Пять. Пять. Пять недель. Нет, пять дней. Пять дней. Это 200 грамм в день. Не в день, а утром. То есть стакан, ребята. Да. После покупки черногорец вас так просто не отпустит. 52 градуса. Я чувствую. Дедушка Божу рассказал, что пить каждый день ракию, которая даже крепче водки, для черногорцев в порядке вещей. Мало того, тут в обычных магазинах рядом со швабрами и ведрами продаются самогонные аппараты. А вообще алкоголь – это вредно, помните об этом. Алкохол. Я решила посмотреть, как простые черногорцы едят. А едят они в традиционных канобах. Каноба – это черногорская сестра греческой таверны. Это уютный семейный ресторанчик, где подают домашнюю еду, а еще можно просто часами сидеть и болтать с соседями. Сразу так заметно, что здесь не пахнет едой, а больше сигаретами. Такой запах неприятный. Черногорцы – самая курящая нация в мире, согласно данным сайта «Статиста» за 2020 год. В Черногории пробовали ввести запрет на курение в канобах, но черногорцы просто перестали в них ходить и заведения стали убыточными. Поэтому власти смирились. И хоть запрет официально существует, в Черногории по-прежнему дымят все и везде. А вот вы больше собираете в заведениях для чего? Для того, чтобы покушать или провести время вместе? Чтобы выпить. Работаем мало, сидим пьем. Ага, а что вы пьете? Ракия! С самого утра! А закусывать не ничем? Потом кушаем. Ага, потом кушаете. А что обычно здесь можно заказывать? Что чаще всего заказывают люди? Это все мясо, да? Это национальная кухня? Да. Мне сказали, что лучшее развлечение черногорцев – это есть мясо. Вот я и приехал есть мясо в традиционный, старинный ресторан. Ресторану «Бельведер» больше ста лет. И тут, говорят, обедал даже первый, он же единственный, король Черногории – Никола Петрович. Ну а я, чем хуже короля. Добрый день. Добрый день. Я хотел бы заказать самое традиционное, самое мясное, самое вкусное блюдо. Хорошо. Ух ты, как красиво. Спасибо. Слушайте, вот это означает любить мясо. Огромный кусок. Как площадь две моих руки. Этот мясной лапоть черногорцы называют «плесковица». Это рубленое мясо со специями и луком. Как будто из бургера убрали булку и оставили главное. Жарят «плесковицу» на решетке. А сверху сыр каймак. По-нашему это как сметана или масло. Сейчас буду пробовать. Да, спасибо большое. Сочно. Прям на гриле. Вообще очень вкусно. Прикольно. Не похоже на наши котлеты. Тут нет хлеба, тут есть просто мясо. А сырочек придает такой кисленький и более соленый вкус добавляется. Слушайте, очень вкусно, но порцию за 6 евро я не осилю. Очень немного. Расшифрую сейчас, что такое ягненок под сачем. Это мясо подтяжеленной чугунной крышкой. Ею накрывают кастрюлю с мясом и оставляют на несколько часов. Раскаленная крышка не дает пару уходить. И мясо сохраняет аромат и сочность. Пахнет вкусно. Только не забывайте скидывать пару килограмм перед тем, как приехать в Черногорию. Потому что у них порции везде вот такие. Под сачем готовится обязательно мясо на кости. Оно будет сочнее. Где еще будет мясо вкуснее, чем в стране, в которой его постоянно едят все? Мясо в мясе, в мясе, в мясе. Нежное, сочное, не пересоленное, не переперченное. Идеально. В общем, для черногорца лучшее блюдо – это блюдо, на котором лежит гора мяса. Я только подумал, это ж все горцы во все времена всегда ели мясо. Всегда люди в горах ели мясо. Это самое популярное. А это же черногорцы. Вот откуда все корни идут. Черногорцы в горах, значит, они едят мясо. Поэтому у них популярно. Я их просто гений-гений. Если что, я буду пить вино в кадре. Это жрачок, что ли? Какое вино в кадре? Какой же выпуск сезона «Земляне» без свадьбы? Свадьбу я не нашел, но зато благодаря безлимитной карте смогу посмотреть на танец, который танцует на черногорских свадьбах. Я приехал на гумно, чтобы разучить коло. Не знаете, что это такое? Гумно – это традиционное место встречи и вечеринок черногорцев. А коло – это народный танец. Коло танцуют вот такие нарядные девушки. И вот такие бравые парни. В общем, вы поняли. Типичная сельская романтика. Потом парни с девушками становятся в хоровод. И получается, собственно, коло или круг. Если вам кажется, что я зажал денег на музыкантов, то нет. Черногорцы – единственные славяне, которые танцуют коло без музыки. Начинается. Давай вот так беремся. Что делаем? Видишь? Не знали, не знали, не знали. Хорошо, что я всех песни знал. А что ты певаешь? Я певать. Я не спевать. И как же черногорцам в конце не построить гору? Вернее – башню. Из людей. Мужики, красавчики. Ну что, кентафурики, готовы? Прячу для вас шикарную бутылочку еще в более шикарном месте здесь, в Черногории. А как правильно распределить этот бюджет – спросите у Мишельки, она в курсе. Ищите наш клад у черногорцев в Тивоте – на перекрестке улиц Билани и Калиманьска. Сто баксов от Орла и Решки ждут вас в старинной арке. Срочно, то есть удачи. Два дня мы подсматривали, что там делают черногорцы, когда уезжают все туристы. И поняли, что между сезонами черногорцы живут в режиме сохранения энергии. Сами местные земляне в шутку придумали 10 заповедей настоящего черногорца. Например, хочешь поработать – сядь посиди, и все пройдет. Или, когда видишь, что пьют и едят – присоединяйся. Когда видишь, что работают – уйди, чтоб не мешать. И в таком духе. Иногда нам и самим хотелось пожить, как местные. Вот так ехать надо на лодке. Единственное, дорогие черногорцы, мы столько не выпьем. С утреца. Как четко напоминает ощущение соплей во рту. Цветки такие милые. А зачем такой большой нож? Эй, Билл Гейтс. Эй, Марк Сутерберг. Да. Черногория, ты в дом? О-о-о-ой, девойка. Иди код мене. Я не помню, как там было. Привет. Как ты провел со своей безлиминной карточкой? Я понял, что самих черногорцев туристы за красотами их страны не замещают вообще. А они открытые. Только постучаться и они откроются. Мой тебе совет. Не стучись те двери, откуда пахнет ракей. Пожалуйста. Согласен. Да? Да. А предлагаю постучаться к нашим следующим землянам. Пока. Смотри. Давай руку. В эту руку давай. Смотри. Там вот так было. Да. На переднюю. Пам-пам-пам-пам. Так вот поставь. Ну, а заднюю. И к следующим землянам. И к следующим землянам. Да.